Иисуса Христа, Аминь. Доброе утро, братья и сестры. Я приветствую вас в Доме Божьем, на этом месте правильном. Аллилуйя. Мы все, братья и сестры, являемся детьми, детьми Божьими. И наш Отец, наш Творец, Господь, Он нас сотворил, как и Себя, триединым. У нас есть, являемся, телом, душой и духом. Я специально сказал, не в той последовательности, как указано в Библии, потому что в Библии написано более лаконично, дух, душа и тело. Потому что часто мы, верующие, не говоря уже о людях из мира, так и ставим в своей жизни приоритеты. Тело, душа, потом дух. Человек так сотворен триедин, то есть тройственно и в единении. То есть это все связано в нем неразрывно. И тело, и душа, и дух. И чтобы все это росло, для него нужна пища. Вы согласны со мной, да? Какая пища нужна для тела? Мы должны питаться, кушать. Правильно? Мы каждый день идем в магазин, покупаем, готовим, кушаем. Мы одеваемся, обуваемся, следим за собой, следим за своим физическим состоянием, занимаемся в тренажерных залах, посещаем там спа-салоны, массажные кабинеты. За телом у нас проблем нет, мы ухаживаем. Дальше идет душа. Пища для души тоже нужна. Что является пищей для души? Это наши развлечения, наши эмоции, наши увлечения. Мы ездим, отдыхаем, мы смотрим в кино, ходим, читаем книги. То есть, как бы с душой тоже все понятно. Что является пищей для духа? Кто скажет? Правильно. Вот я подниму сейчас. Слово Божье. Библия. И вот у меня в этом плане есть хороший товарищ, приятель, мы с ним часто видим все. Он тоже верующий, но в другой церкви. Как-то я с ним встречаюсь, вижу, что-то не то в нем. Я говорю, Саша, что там, как дела? Что там, ты говорю, в церкви? Он говорит, да ты знаешь, и начинает как-то оправдываться. Я вам хочу сказать, что если вы на правильном месте делаете правильное дело, вам никогда не придется ни перед кем оправдываться. И кто начинает оправдываться, говорит, ну я сейчас не в церкви, то все, ну понимаешь, у меня вот есть Библия, я ее читаю. Говорит, аминь. Я говорю, аминь. Потом говорит, я молюсь каждый день. Аминь. Я говорю, аминь. Я, говорит, смотрю каждый день проповеди. И начинает мне перечислять там расписание всех проповедей. И Канната Копланда, и Джейс Майер, и других проповедников, которые даже не слышал. Говорит, аминь. Я говорю, аминь. Он говорит, ну тогда зачем ходить в церковь? Я говорю, и не говорит аминь. Я говорю, аминь. Я вам и сейчас хочу сказать, зачем ходить в церковь, братья и сестры. Аминь. Все молчат. Надо не ходить в церковь, надо быть церковью. Быть ее частью. Принимать участие в служении, пожертвованиях, в десятинах. Аминь. Аминь. Слава Богу. Вы знаете, мне, ну не безразлично это место, этот молитвенный дом. Почему? Потому что я в этот дом имею определенные вложения. Я служу. Я принимал физическое участие в строительстве части этого здания. Я постоянно жертвую. Я плачу десятины. И мне это место не безразлично. Это духовное место, которое мы должны поддерживать. И знаете, можно, например, что касается три единства, можно переесть пищи, даже пережрать. Я извиняюсь за выражение такое. Что может понадобиться даже физическое вмешательство, медицинское. Можно переразвлекаться до нервного срыва. Но переисполниться сверх меры Духа Божьего невозможно. Это только возможно в церкви. Приходить в церковь и наполняться так, чтобы ты выходил наполненным, переисполненным. Халилуя, Господь. И когда, знаете, никто, никого и никогда Господь не заставлял платить десятин или пожертвования. Бог даже нас не заставляет идти на небеса. Это, знаете, наш осознанный выбор. Мы сами это выбрали когда-то и пришли в это место. Халилуя. И вы знаете, когда я практически каждый день наблюдаю за богатыми людьми, которые ездят на дорогих автомобилях, нарушая правила дорожного движения по городу, одетые в бутиках, пахнущие дорогими парфумами, которые имеют дорогие развлечения, отдыхают на первоклассных курортах. Но когда, то есть, в плотском и в душевном плане все окей. Но когда смотришь на этого человека, как на духовного, на его духовную составляющую, то это какая-то дистрофия, знаете. Вот как в Украине говорят, занетбанность, полная. Люди в церковь приходят два раза в год. На Пасху и Рождество. Это не духовное, это чисто душевное. Яйца покрасить, и Пасхе посвяти, и побухать. И сразу напрашивается такую мудрость. Был такой царь Соломон. Это считается и по нынешнее время самый богатый человек, который вообще существовал на земле. Все эти олигархи, все отдыхают. И вот он такую написал мудрость в притчах 11.1. Откроем давайте. 11.1. Пишется. Неверные весы, мерзость пред Господом. Но правильный вес угоден ему. То есть угоден. Можно угодить Богу. Можно угодить Богу этими правильными весами. Может быть царь Соломон в те времена писал и думал, считал, что это в порядке дословном. Потому что в средние, в те времена древние, люди постоянно что-то покупали, продавали. Ну не было супермаркета, как мы сейчас там ходим. Они на базарах, что-то между собой. Они постоянно ходили с весами. Потому что все взвешивалось. И гири были каменные. Это исторические факты. Гири были каменные. И у них было два комплекта гирь. Одни легкие, одни тяжелые. Легкие были для того, чтобы продавать. То есть ты за те же самые деньги, но продаешь меньше. А тяжелые, чтобы покупать. То есть ты за те же самые деньги, но покупаешь у кого-то больше. Понимаете? Ну, это попахивает таким двойными стандартами, таким лицемерием, да, в жизни. Вот Бог, как бы я уверен, чтобы ему угодить, мы не должны быть такими. У нас должно быть мера, взвешенность во всем, в нашей жизни. Халилуя, Господь. Давайте возьмем свои финансы в руки. То, что мы принесли к Господу и помолимся. Халилуя, Господь. Слава Тебе, Отец Небесный, Господь. Сегодня мы приходим к Тебе, к Твоему престолу, Господь всемогущий, со своими пожертвованиями, финансами, и просим, чтобы Ты благословил нас, Господь, чтобы Ты принял наш дар, Господь. Халилуя, Господь. И приумножил, Господь. Халилуя, слава Тебе, Отец Небесный. Мы верим в Твою силу и могущество в нашей жизни, Господь. И верим, что Ты наш единственный Отец, Спаситель, Господь. Слава Тебе. И все, кто верят в Господа, скажут Аминь.